Сергей Баженов дал интервью российской газете. Глава региона рассказал федеральному изданию о первых экономических результатах развития Волгоградской области за полтора года его пребывания в должности губернатора. В частности, речь шла об объемах вводимого в регионе жилья эконом-класса и о подвижках в решении такого насущного вопроса, как увеличение мест в детских садах. В целом, за 2012 год ввод жилья вырос на 40,2% и вышли на третье место в Южнофедеральном округе. Из этой цифры стоило бы выделить особо приоритетное для нас направление – доступное жилье. Рост объема ввода жилья, соответствующего нормативам эконом-класса, за прошедший год составил сразу 76%. Более того, сейчас в области существует целый комплекс мер, позволяющих сделать и это жилье еще более доступным для волгоградцев. Так, например, для застройщиков снижают арендную плату за землю при условии, что не менее 70% новых квартир будет эконом-класса, и половина из этого жилья будет реализовываться по стоимости, утвержденной Минрегионом России. В области начала работать программа льготного регионального ипотечного кредитования. Семьям, покупающим жилье эконом-класса, областной бюджет возмещает часть процентной ставки по ипотеке. Сейчас сумма такой помощи составляет около 100 тысяч рублей в год для каждой семьи. В бюджете области на эту программу в 2013 году предусмотрено 100 миллионов рублей. В следующем году цифру планируется удвоить, а еще через год довести до 300 миллионов. То, что губернатор вот эту ситуацию вник и выделил 100 миллионов в бюджете, это, конечно, скачок был. Ну, на первое время. Я надеюсь, что у нас и эта программа не будет затихать, она должна работать. Ипотека с такой компенсацией очень серьезная. Это действительно очень важно для сегодняшних, для наших жителей. В основном, молодые пользуются. Это молодой и средний возраст. И, конечно, для них очень существенное решение вопроса. Для строителей? А строители – это все выигрыши. Будут покупать квартиры, будем больше строить. Такие инициативы губернатора поддерживают и представители строителей утрасли, и жители. Само направление, наверное, правильное. Слышал, в Кировском какой-то комплекс, ну, не комплекс, а построили дома, и там уже вот эта программа какая-то в действии, что недорогая ипотека – это очень хорошо. Поддерживаем. Я считаю, конечно, правильно. Не хватает ни жилья для молодых семей. В интервью губернатора федеральному изданию речь шла и о развитии других отраслей. Кстати, по мнению самих жителей, одна из таких сфер, где произошли ощутимые перемены – это дошкольное образование. Очень важно и очень своевременно, что Сергей Анатольевич Баженов обратил свое внимание на такую проблему. Не только нашей семьи, проблема дошкольных учреждений реализовывает новую программу, вполне успешно, на наш взгляд. Благодаря ему наша семья планирует в дальнейшем свои дела, и я смогу выйти на работу, а мой ребенок будет получать хорошее образование. За счет того, что наш губернатор обратил на это внимание, в этом году у нас произошло увеличение мест для детишек, которые в трехлетнем возрасте могут прийти в наши детские сады. Детских садов не хватает. Все малышня дома сидит и, естественно, мама. Мама хочет работать. Правильное решение губернатора? Конечно, молодых семей надо поддерживать, потому что детские садики – это такая глобальная проблема. Конечно, я считаю, что это правильное решение. Молодец губернатор. Детей много рождается, да, и эта проблема будет очень хуже, скорее всего, становиться в ближайшие годы, если не обратить на нее внимание. Миллионный город, а садиков не хватает. Конечно, надо, обязательно надо увеличивать финансирование. Обязательно. В целом, за полтора года губернаторства Сергея Бажинова Волгоградская область в сводном рейтинге регионов поднялась на 14 пунктов вверх, а прирост по инвестициям составил 24 миллиарда рублей.